Продолжение следует... 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 Дима, с той стороны человек. Все высокие здания это Россия, все 100% российская производство, включая автомобили «ЕКТО». Даша, летчики, представляете себе? Единый антоксомер, помощник командира экипажа, второй полотный 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 полотный, а бортоператор был полотный полотный. Это те ребята, которые последствия вчера на изоленном крыльце, У меня уже рассказывал гибернатор, а я не слышал. Это далеко было отсюда? Ну, не очень далеко. Можем посмотреть и можем еще на память сфотографироваться. Давайте сфотографируемся, ребята. Им приятно будет. И нам приятно. Установитесь, командир. По итогам нашей работы я дал поручение правительству. Сегодня поручение появится, согласно которому должны быть приняты дополнительные меры по ликвидации пожаров, по проверке требований пожарной безопасности в тех населенных пунктах, которые расположены вблизи лесов, и по работе системы оповещения людей о чрезвычайной ситуации. Также поручено проработать вопрос о погашении кредиторской задолженности субъектом по тушению лесных пожаров, которое существует еще с прошлого года. Коллеги обращались ко мне с соответствующей просьбой. Я такое поручение дал. Сначала нужно справиться с проблемой, а потом нужно выяснить причину, кто несет за это ответственность. И мы должны понимать, что эта ответственность, любая ответственность должна быть абсолютно персональной, как за нынешние проблемы, так и за ситуацию, которая складывалась в течение последних лет. очень нужна профилактическая составляющая. Все знают, что причиной пожаров является очень часто неосторожное обращение с огнем, но несмотря на то, что об этом все знают, тем не менее поведение и в лесу, и вообще в других местах, в природных объектах, оно остается, зачастую, абсолютно недопустимым. И даже те люди, которые героически спасают сотрудники МЧС, пожарные, они зачастую оказываются в соответствующих местах в связи с совершенными правонарушениями. Людей спасать надо, но нужно понимать вообще, что происходит. Хотел бы узнать, кто привлечен к ответственности за подобные нарушения, есть ли у нас статистика подобной административной ответственности, и как происходит дознание по соответствующей категории дел. У нас подготовлена федеральная целевая программа пожарная безопасность на период до 2017 года. 9 августа она будет обсуждаться на заседании правительства Российской Федерации. Важно, чтобы эта программа учитывала не только текущую ситуацию, но и определяла набор мер, которыми мы будем руководствоваться в ближайшее время для предотвращения возникновения пожаров и борьбы с их последствиями.